привет друзья с вами на связи денис борисов и просто потрендим до такой нас такой вечерний трендеж я не знал какое название трансляции озвучить и вот буквально перед самым началом у меня возникла идея energy diet и гостюнин потому что сейчас все сходят с ума по этому поводу затем не в инстаграме так забавно читать комментарии людей вот тем постам который размещает игорь привет 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 все-таки чувак но для для тех кто не в курсе игорь гостюнин он начал очень активно участвовать в продвижении вот этой вот вот этого продукта energy diet и для этого используют свою подписную базу и никто не может понять почему он это делает потому что огромное количество отписок я сегодня вот говорил со стасом ой как просто и он говорит что он проанализировал количество отписок гостюнина по моему полторы тысячи отписок в день сейчас идет то есть люди очень резко не крайне негативно реагируют на его вот эти вот все предложения по поводу сетевого бизнеса и это очень забавно мне вот вот честно говоря мне не совсем понятно да то есть я ну продает чувак там что-то к кому надо вступит в эту пирамиду кому не надо не ступит я допустим не вступлю потому что мне это не интересно и ну я знаю что будет негативная реакция у людей но боже упаси чтоб я там писал какие-то гадости горел что там игорь там сошел с ума отписываясь нахуй какие-то такие какие-то такие детские сопли и причем все как будто бы вы знаете поставили к стенке и заставляют что-то там у игоря покупать но нахваливает и скорее всего то что он говорит про этот продукт это не соответствует действительности скорее всего качество этого продукта не такого каким является на самом деле во всяком случае нужный результат можно достигнуть гораздо более дешевым способом ну так а вы что хотите чуть ли не каждый первый продукт который продается в магазине можно найти дешевле мы очень часто покупаем крайне дорогие вещи просто за счет бренда за счет упаковки то есть это вопрос угла зрения ну так я ж не спорю что energy diet это плохая штука то плохая штука но чего люди так кипятятся то я не смотрел там состав я не смотрел там состав за спиной у меня никого нет зеркало мне за спиной доллар на юань знаешь сам очень сейчас думаю над этим вопросом думаю что какую-то часть не все доллары но процентов 20-30 я думаю можно уже поменять на юань бомбит слушайте но energy diet наебалово так а что не наебалово посмотрите продукты которые в магазине продаются посмотрите мясо которое переколото гормональными препаратами и в общем то более безопасно есть рыбу а сейчас уже и рыбу говорят начинают там подкармливать какой-то гадостью везде присутствует момент маркетинга везде присутствует момент когда люди пытаются заработать бабло и в этом веселом процессе ну бы им приходится идти по головам не я не в минске а сейчас я сейчас в москве от гейнера может быть цепь смена доллара на юань в какой-то степени возможно да это смены каких-то ключевых фигур хотя есть еще такой расклад что просто ключевые фигуры они просто поменяют резервную валюту то есть воротило так сказать они останутся те же те же самые просто не поменяют ключевую фигуру ключевую валюту резервную и в процессе этого этого помена они смогут еще очень классно спекульнуть да то есть допустим предположим такая вот ситуация что кто-то знает что доллар умрет да а юань будет примерно знает когда это произойдет ну вот как в семьдесят третьем году было с отменой обеспечения доллара золотом кто-то жнал что это произойдет вот те люди которые знали они буквально за полгода смогли увеличить свои состояния блин во сколько только в 30 раз по моему то есть когда доллар отвязали от золота золото подорожала в 30 раз соответственно те люди а эта информация инсайдерская но на определенным кругом было известно соответственно тем кому было известно те люди тупо берут к примеру все свои доллары меняют на золото покупают золото либо даже берут кредиты и покупают золото и через полгода они та сумма которая не взяли но увеличивается в 30 раз то есть это очень хороший способ спекульнуть и тот кто знает точно что будет в будущем да то кто знает что вот поменяется не поменять он на этом может спекульнуть а знать это могут только вот те самые воротилы привет привет про тренировки натурала да буду снимать я более-менее сейчас в режим вошел уже вторую неделю тренируюсь по сплиту ну на четыре дня разбил тело ну что про гостюнина пацан успех ушел но все хотят денег понимаете ну это вот такой вот у нас у всех три основных инстинкта и да они же деньги это репродукция секс и доминантность доминантности и да в общем-то и репродукция очень сильно связано с ресурсами с деньгами ну захотел игорь заработать увидел что возможно в его сфере как бодибилдер заработать очень сложно ну в общем-то не для кого это я думаю не новость что на бодибилдинге люди только тратят деньги вот если ты хочешь как-то состояться если ты хочешь себе жилье приобрести там машину да и вообще нужно заниматься какими-то такими сферами где можно заработать к сожалению он не нашел что-то более подходящее более нейтральное почему люди так негативно реагируют я я вижу такой момент что просто люди боятся что вдруг у него получится знаете вот мне хочется сказать там игорь игорь вот после того что ты сделал ты теперь обязан стать миллионером реально ну потому что иначе все теряет смысл потому что репутация подпорченная то есть очень много было вложений не финансовых не времени именно репутационных вложений был очень много в этот проект крайне много с его стороны просто неосознанно много может быть он даже сам не осознает сколько он теряет и ну взамен ну надо стать теперь миллионером потому что будет очень сильно обидно если репутация испорчена доверие людей потеряно с одной стороны то есть ресурса вот этого самого ценного ресурса очень много потрачено а взамен миллионером так и не стал вот у меня какая мысль то есть у меня нету вот я когда вижу вот все вот эту вот ситуацию понятно что периодически кто-то из людей начинает там обманывать кого-то начинает там какие-то схемы мутную находить но у меня была мысль не о том что это там блин плохо непорядочно описываясь на у меня была мысль такая что если если он на это решился и созрел пойти по этому пути то нужно теперь становиться миллионером а что будет если не станешь миллионером то есть с одной стороны ты потратил куча крайне ценного крайне дорогого ресурса я не виду репутацию репутация очень ценный ресурс очень ценный вот а взамен получается еще и миллионером не стал вот это вот было бы обидно поэтому такая вот фигня привет там пацанам из луганска привет кардио натощак да хорошая идея двухчасовые выпуски насчет двухчасовых я не знаю как получится ну где-то от часу до двух часов будут выпуски после того как я запущу конференцию сейчас fit for life из блога я переделываю в конференцию форум вот после того как я это сделаю я думаю возобновятся выпуски планирую где-то в режиме 2 в месяц единственно что скорее всего я сдвину время выхода таких выпусков с воскресенья на какой-нибудь другой день или вполне возможно что вообще не будет никакой конкретной даты то есть это будет такой формат блога когда я буду делать рассылки по мере создавания контента то есть вот я написал интересную статью снял интересный сюжет ну я сделал рассылку и он уже достаточно давно резервирован привет привет всем по поводу сайта ну дело в том что некоторые вещи дел программист некоторые вещи дел программист я использую в основе движок xenfor а вот это очень гибкий движок но очень сложный там можно настраивать все там даже можно систему управления контентом свои собственные создавать для всех кто в курсе да то есть не то что там есть своя система управления контентом ты можешь конструировать даже сами системы контента для xenfor а крайне сложные все что хочешь там можно менять и этот инструмент он позволяет сделать так как я хочу и какие-то вещи сделал программист которых я вообще не шарил но вот наполнение причесывание корректировка различных тех заданий но все это все это делаю я сайт практически готов вот буквально на днях я последней коррекции отправлю программисту ну а там посмотрим на турах у пацаны качаться сложно ну в общем то для меня это не новость на турах у отдыхать нужно больше интенсивность нужно снижать более скрупулезно относиться к своему питанию ну и в целом конечно таких массивных мышц как вы там видите в журналах когда там у людей руки по 50 сантиметров и больше на венах и все такое прочее крайне сложно они сейчас на кухне ну она молодец в том плане что она этим занимается и прогрессирует ей гораздо проще общаться с людьми через перископ чем снимать видео на камеру но я вижу очень сильные подвижки и развития по всем направлениям то есть она старается на прикладывает усилия поэтому не все получится вы понимаете есть различные тематики по которым я делаю сюжеты дэнчик читает это вот одна из ниш но у меня нету графика в соответствии с которым я знаю ту или иную дату когда будет запускаться этот дэнчик читает то есть он возникает когда у меня есть настроение да то есть когда вот я так прикинул вот там вот есть пять книг прикольных которые я хочу порекомендовать у меня есть настроение это сделать вот тогда да в китае создано что-то типа фрс а в китае подожди а что значит что то типа фрс фрс это фактически центральный банк сша в китае тоже есть свой центральный банк поэтому он уже создан в полной или частичной амплитуде ну это зависит от твоих целей задачей есть техники когда ты работаешь полной амплитуде есть когда в частичной амплитуде если ты новичок то тебе нужно работать в полную амплитуду обязательно на продвинутых этапах допустимо используют различные способы повышения интенсивности в частичной амплитуде что будет если власть будет у банков ну на мой взгляд так сейчас власть у банков и есть ну то есть те люди которые у которых бабло грубо говоря они управляют ну а люди которых бабло это есть банки так что китай ведь коммунизм нет ты ошибаешься в китае нет никакого коммунизма китай социализм с капиталистическим лицом новости откуда узнаю у меня в яндексе стоит виджет новости вот оттуда все знаю кроме того когда мне становится совсем скучно я захожу на свою страницу вконтакте там вообще все новости юань зачем россиянам ну по-видимому зачем же зачем россиянам нужны доллары не задавался с таким вопросом зачем россиянам доллары вот юань нужен затем же сша покорить нет не думал хотя вот мы сейчас с двумя моими друзьями пытаемся поддаваться на американскую визу хотим съездить на две недели проехаться по восточному побережью от нью-йорка до флориды но это чисто такая экскурсионная поездка посмотреть как живут американцы и из ту либо там начинать я особо не планирую ну у меня есть проект джинпер даткам да у меня есть еще снято но не открыто по всем видосов на английском в этом направлении я буду двигаться но ехать штаты покорять такого таких планов нет в боксе я не фанат бокса англоязычный сайт существует но я ленюсь я вы не модерирую особо всем нужно заниматься а я мне очень сложно быть мульти задачным я хорошо могу справляться с работой когда она однозадачно но в общем то это характерно для всех мужчин то есть мне проще вот 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 эта цель вот надо сейчас сделать это я буду там с утра до вечера и ночью это фигачить и я очень быстро получу результат но если мне нужно это и вон то параллельно делать мне крайне сложно с репетитором я работаю ну наверно где-то год уже ну мне легко общаться достаточно сейчас ну конечно не идеально но я могу выразить практически любую мысль на английском причем это будет достаточно спокойно вольной борьбой да есть смысл есть смысл хорошо ли для россии резервирование юаня думаю да потому что резервирование юаня означает ослабление сша а сша это один из главнейших геополитических противников россии с этой точки зрения да если я не будет все глубже глубже резервироваться то есть он уже является официальной резервной валютой он в сдр используется такая международная валюта в которую входят резервные вот он по-моему сейчас на третьем месте после доллара евро и евро то есть он ворвался сразу на третье место и он увеличивает все большее свое процентное содержание в звр различных стран мира и в какой-то момент может сложиться ситуация таким образом что ну представьте вот в россии допустим приходит к выводу что юань надежнее хранить хранить завера для обеспечения рубля чем доллар то есть доллары перестают брать спрос на доллар падает а если во всех странах так то есть сша и доллар как первая типа экономика мира она держится только на на большом спросе на их валюту если этот спрос уменьшается то все кирбик мир рушится как девушки убрать жир после набора мышечной массы я считаю что девушки нужно сразу набирать более-менее качественно то есть ни в коем случае не надо разжираться как шпала укладчица для того чтобы потом ограничивать себя в калорийности и худеть еще и мышцы терять лучше контролировать рацион питания стараться не разжираться набирать меньше но качественно ну и это красиво это будешь более женственной потому что вот часто видишь залах вот этих вот свиней которые в массу уходит в межсезонье женщина массу ходит это страшно белком дам клетчаткой овощи фрукты комплексный углевод допустимый но тоже качественный рис гречка такого плана и надо контролировать количество таким расчетом чтобы не не жареть как прогрессировать быстрее если я качаю только три мышечные группы если ты качаешь тримы только три мышечные группы то ты прогрессировать так и будешь быстрее чем если ты качаешь 6 как убрать мышечную массу мышечную массу убрать крайне сложно можно ну как сложно не совсем так ты можешь уменьшить размер мышечных клеток то есть количество клеток а у тебя останется но ты можешь уменьшить их размер для этого что делается для этого должна быть раз тренированность вот когда ты меньше используешь свои мышцы они уменьшаются в размере но на самом деле вариант не очень лесли поддержи жизнь ворам спортивное образование менее спортивного образования как заставить жену заниматься в зале да очень легко начать засматриваться на других девушек и нахваливать других девушек которые спортивны намекнуть что очень бы хотел чтобы такая девушка была женой то есть понимаете жить для женщины нужна мотивация то есть когда все так просто и хорошо когда вот а ты цени мой внутренний мир цени во мне какие-то вот это помните тот старый прикол что патологоанатом что ли чтобы ценить свой внутренний мир ну душу душу люцифер я что ли да она не пойдет и и никак не замотивируешь она пойдет только в том случае когда станет понятно что ну что она может остаться одна что ты можешь от нее уйти в другой женщине которая следит за собой ходит тренажерный зал вот при таких раскладах когда запахнет жареным все сразу садятся на диеты все сразу бегут тренажерный зал и так далее а когда ты начинаешь там слюни размазать в том плане что внутри тебя и такое люблю ну ничего страшненького ты женщина рубинансовских форм хорошего человека должно быть много ну поймите все эти вот приколы ядрить мадрид это только у левина проходят вот а любой нормальный мужчина уму хочется стройную красивую женщину эрик давидыч переоценил свои силы когда начинаешь крошить батон нужно понимать на кого ты его крошишь он решил что ему можно это сделать он переоценил свои силы его наказали ребят все очень просто мы же живем в мире джунглей так 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 инсулин плюс инстрал ну как бы есть такие схемы ну как бы на мой взгляд не знаю инсулин если вы используете в фазе жесткого масса набора то мне кажется он должен быть тестостерон инстралы ну какая-то попсня а если попсня то зачем туда тебе еще инсулин ну как бы это препараты немножко из различных стаков да то есть из различных курсов какие анализы сдать чтобы проверить здоровье в поликлиниках хороших платных есть такая услуга такой полный чек-ин может называться как-то по-разному но в общем там ситуация такая что вас кладут туда и в течение суток выходите там всякие мрт узи анализы все но полный такой чек-ин удовольствие достаточно дорогое я не помню цен по моему в москве там чуть ли не по 1000 долларов может доходить если вот полный чек-ин но это вот полная проверка вот всего там и на онкологию там на гормоны на все 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 узнайте переехать питер 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 город лидер питер мне нравится душой то есть питере более душевно более интересно питер это такой город который на самом деле крайне похож на киев по моим субъективным ощущениям но питер холоднее гораздо вот и в питере естественно гораздо меньше денег и возможности чем в москве мои любимые youtube блогеры интересный вопрос значит я подписан на всех на всех основных блогеров спортивной ниши вот мне нравится железный рейтинг хотя это как бы не совсем блог блог и гифт это качественный контент любимый же блогер мне нравится как достаточно нравится как как ведет себя байдюк на экране но больше всего мне нравится вот в плане профессионализма и подачи денис семенихин денис семенихин это тот человек у которого можно очень многому научиться в плане подачи информации в плане коммуникабельности ну очень очень много вещей таких профессиональных именно для блогера чему можно поучиться у него мы с водимой с водимом дочей еще друзья это слишком я думаю громко сказано мы общаемся мы общаемся иногда и поддерживаем хорошие взаимоотношения авторитеты ну каждого человека есть авторитеты менделеев для меня авторитет ломоносов для меня авторитет их очень много бизнес книги сокращение ни разу не читал но я думаю вполне может быть интересно до растяжку надо делать потому что любые упражнения железом они закрепощают это такая защитная реакция нашего организма когда вы занимаетесь силовым тренингом вы становитесь менее гибким вы становитесь более таким деревянным и в этой ситуации растяжка поможет сколько нужно бегать это зависит от того какие цели вы перед собой ставите если вы бегаете для развития выносливости или там каких-то показателей скоростных это одна история и один стиль бега если вы бегаете для избавления подкожного жира это другой стиль бега ну в целом если вам нужно сжечь жир и потренировать ваше сердце то вам нужно бегать низко интенсивные долго если развивать какие-то качества то скорее всего более высоко интенсивно кардио при массонаборе есть плюсы есть минусы у кардио при массонаборе но я смотрю что очень многие профессионалы большинство серьезных профессионалов у которых большая мощная масса они делают кардио на массе кстати не забывайте лайкать меня то я читал на этом перископе редко вам про это напоминаю в отличие от предыдущего здесь замечательная возможность пальцами поставить сердечки как сушиться натуралу без фармы стоит ну подожди ну да стоит то есть если ты жирный то наверно стоит ты решаешь зависимости от своих задач и зависимости от того как ты выглядишь денис иванов спасибо что поделился трансляции плановая или рыночная экономика плановая алинка мандаринка спасибо пикает по-видимому в контакт насчет политики северной кореи я думаю что они пытаются сохранить свою независимость и в этом сложном мире для того чтобы сохранить эту независимость приходится быть очень жестким бсс но эксплуат до пробовал мне как-то ребята подавили две банки ну так без фанатизма как прокачать прыжок в высоту для того чтобы прыгать в высоту тебе нужна взрывная скорость взрывная сила взрывная скорость и сила она очень хорошо тренируется плеометрикой у меня на ютюбе есть сюжет про плеометрику посмотри тебе будет все понятно но если очень тезисно это плеометрика это ударные растяжения то есть если ты хочешь научиться высоко прыгать высоту ты делаешь следующее ты с небольшой табуретки с небольшого возвышения прыгаешь на землю и стараешься как можно быстрее выпрыгнуть вверх то есть у тебя идет ударное растяжение пока ты амортизируешь земле и потом сразу же там буквально там полсекунды мы чем быстрее тем лучше ты выпрыгиваешь вверх вот это вот плеометрика она будет помогать тебе развивать взрывную взрывную силу взрывную скорость это именно то что тебе нужно для того чтобы прыгать высоко параллельно тебе нужно приседать со штангой шантарм знаешь вот хорошая книга хорошая книга там же сейчас уже две книги есть продолжение даже может быть я его как-нибудь порекомендую ребятам хорошая книга и стоит почитать как лучше всего воспитывать детей дети они воспитываются за счет того что они смотрят на своих родителей все очень просто лучше всего воспитывать детей просто вести себя последовательно то есть когда родитель говорит одно а делает другое ну соответственно возникает определенная путаница будь правильным будь таким каким ты хочешь чтобы был твой ребенок и он будет на тебя смотреть он будет таким же все очень просто у человека социальные инстинкты они не заложены в днк то есть когда ребенок рождается если он не в социальной среде первые десять лет то социальные инстинкты у него не сформируются он навсегда останется животным и такие доказательства очень обширны все эти истории про тарзанов маугли и так далее люди дети которые были вне среде маленькими без других людей без социума они навсегда остаются животными так вот у ребенка первые там пять-десять лет у него формируются социальные инстинкты которые с ним останутся на всю жизнь то есть их потом изменить невозможно и все это закладывается когда он смотрит на родители то есть воспитывать себя как ты хочешь каким твой был ребенок так себе и веди все очень просто единственное еще что я бы мог порекомендовать в этом плане это нужно давать свободу нужно создавать такие ситуации когда ваш ребенок может брать ответственность на себя ну что угодно допустим там повесили вы на него ответственность там уборки по дому в какой-то комнате или там уборку постели или там выносить мусор или помогать там-то и там-то или там допустим учиться то есть ну не то что там учись там наказывать все это фигня он должен чувствовать свою ответственность постепенно все больше и больше и но это очень важный навык для мужчины поэтому для мальчиков обязательно то есть давать свободу и пусть он берет на себя ответственность за свои поступки ну это это вторая книга да ну я же про это говорю борьба с гибдд сушка во второй половине курса или первую сушка всегда идет после массы если ты хочешь и рыбку сесть и сначала набираешь массу вход а потом сушишься кальяну отношусь хорошо ну как вам сказать я обычно курю есть такие камушки без никотина да они дают вкус дают дым вот мне нравится сам процесс мне нравится как мне нравятся хорошие кальяны такие качественные я люблю немецкие кальяны такие типа типа бродатора вот такого плана у меня есть кальянский это такой бродатор немецкий не курить садись на героин я не думаю что это хорошая идея межнациональные браки плохо или хорошо я думаю это зависит от национальности если честно дело в том что если человек может быть национальность другая но страна рядом находится и в этом плане никаких проблем там в потомстве не будет а если допустим это разные расы ну например белый темный или там и желтый то там могут быть проблемы у детей с репродукцией ну если друзья вечно зовут бухать а я не хочу если ты не хочешь что не бухать все очень просто как относишься к марихуане я не найти я пробовал марихуану когда вел такую злачную жизнь раньше я не понял прикола мне не понравилось то есть и гашиш и марихуана такое как снотворное такой становишься как это такого пластилин те ничего не хочется делать просто лежать и так вот даже говорить лень ну не это состояние даже не понравилось ну не знаю то есть я не такой фанат кальян конечно кальян вреден ну если ты кальян стоп если ты кальян куришь с табаком то конечно он вреден потому что там находится никотин и смолы если же ты куришь без никотина да там допустим камни куришь и ну есть различные смеси то тогда никакого вреда нет ну арнольд курил ну а я нет ну я день я не понимаю в чем прикол мне не понравилось состоянии да вылечь я думаю он людям свойственно верить в те легенды которые они сами себе создают я думаю он действительно верит в том что он рыцарь на белом коне ну нам хочется самим верить по то что мы такие вот классные я отношусь более спокойно я понимаю что это определенный способ пиара помните там пьяные дворы и там тисак со время тоже такой рыцарь на белом коне был доходил с этой пипиской вот ну типа везде кричал что я там борюсь со злом я черный плащ да вот то же самое давыдич вам ничего я я вижу просто реально аналогии люди находят какой-то трешняк вытаскивают трешняк наружу и на фоне вот этих вот эмоции очень ярких они набирают определенный рейтинг определенную популярность для чего для того чтобы тем или иным способом потом монетизировать эту популярность то есть заработать на ней вот какое у меня отношение браком да спокойно отношусь спокойно отношусь понятие тут все зависит от конкретных людей евреи он там или русский это неважно негритянку хочешь ну ты знаешь они не очень то есть ты возможно рисуешь себе картину типа чего-то там вроде как наоми кэмпбелл да но наш нечистая ну как нечистая в том плане что она нечистая негритянка да там по-моему она метис какой-то а вообще африканские женщины вот если посмотреть такие вот классические африканские женщины негроидного типа но они как бы не очень чувак более того мускусный вот этот вот запах пота он дон вообще не очень так что я думаю тебе бы не очень понравилось я понимаю что чернокожую эко на сушке но работает это на сушке работает метисов крепче здоровье счет ты взял метисов здоровье слабее всегда потому что у них нету ни одной понимаешь вот берем допустим белого до европейца он живет европе достаточно холодном климате и под этот климат у него весь геном адаптирован и берем там эфиопа какого-нибудь да у него он прикол он привык там пустыне к жаре там для него температура 10 градусов это уже жесткий мороз и вот допустим а у них есть какое-то потомство это потомство она не адаптирована не там не там понимаешь какая штука ты говоришь что мить у метисов здоровье крепче у метисов как правило вообще проблемы с репродукцией очень часто встречаются то есть папа там с негритянка сделал сына а у сына потом детей может не быть просушиться до 12 жира да реально но тут весь вопрос в потерях можешь потерять очень много мяса дэн во что я только не верю ребят в москве кстати много негров ну да новых в африке еще больше в штатах еще больше лесли почему читал ребят ну что за вопрос я и даже большую советскую энциклопедию читал в детстве почему чку читал как тренировать внимание собранность внимание тренируется через концентрацию то есть ты должен сконцентрироваться и удерживать у себя в голове определенную задачу чем больше регулярно ты это делаешь тем проще себе долго фокусировать внимание концентрацию мой любимый город пожалуй пожалуй киев бывший киев мои любимые города это вообще забавно а мои любимые города это киев и донецк где любишь отдыхать в киеве почему тарасов химично боится говорить об этом спрашивать у тарасова ребят будет очень некорректно если про своих друзей буду у них за спиной говорить их обсуждать т3 плюс клен ну как тебе сказать если с фармакологии если со стероидами туми очень сильно и нужно очень осторожно подбирать дозировку т3 то есть тероидных когда умеренно много то не очень сильно жгут мясо я был в тбилиси я был в тбилиси в поте где только не был у меня не отец был профессиональным военным в общем-то и он нас повез в гарнизон там на границе грузии и турции и он там служил на границе так что я там много где бывал ну просто я был очень маленький я уже не помню даже этих всех городов не буду сейчас вспоминать любимое число 1239 не думал над этим воду перед соревнованиями ну есть различные способы слива воды перед соревнованиями мне нравится способ когда ты к соревнованиям начинаешь очень сильно увеличивать объем выпиваю выпиваемой жидкости то есть не так как обычно люди там начинают держать эту воду там уменьшать и и так далее ты наоборот ты пьешь все больше и больше ну например там поднимаешь количество выпитой воды там в день там до 4 литров допустим да к примеру это или до 5 и в ночь перед соревнованиями ты перестаешь пить и вот на таком фоне обычно очень сильно человек просыхает то есть во первых у него есть вода фазе отложение гликогена да когда идет загрузка то есть загрузка идет гораздо лучше когда хватает воды с одной стороны а с другой стороны гормоны они балансируют ситуацию ты когда очень много получаешь воды больше воды у тебя выводится все больше и больше и больше и потом когда ты в какой-то момент перед самыми соревнованиями воду убрал вот завтра у тебя соревнования ты с вечера полностью перестал пить то тебя моментом высушивает в москве ну вот живу свое хозяйство нет я слишком ленив для этого gigaflex спасибо что поделился трансляция обучать там ты не разгибаешь до конца ну да есть да то согласен есть таких очень много роликов это более безопасная техника выполнения упражнений особенно продвинутых этапах чем донецк мне нравился мне очень сильно нравился донецк людьми ну то есть основное что прикалывает это люди это какие-то места для отдыха для гуляний так далее мне очень нравилось донецке ну вообще люди девчонки нравились там друзья нравились донецке как ну такие такие всегда по-братски то есть там приедешь там есть всегда где переночевать помогут тем помогут этим но в общем-то и в киеве тоже самое парадоксально да то есть сейчас это два противоположных лагеря но два самых моих любимых города это вот донецк и киев какой спорт пит никакой сына или дочку без разницы понимаете в каждом поле есть свои преимущества допустим мужчины просто чаще всего хотят мальчика но мальчиковские гены до которые пошли по мужскому пути они более опасны то есть природа на мальчиках во первых экспериментирует во вторых мальчиком потом приходится всю свою жизнь очень сильно напрягаться для того чтобы достигнуть там генетического успеха до что потом своих детей оставить на девушках природа не экспериментирует женский организм более стабильный ну то есть есть преимущество того и того пола что ответить до праймер gd от начали говорили в москве живу на северо-востоке недалеко от сокольников в киеве когда буду я в киев приезжаю регулярно обычно раз месяц раз два месяца пока еще не запланировал эту поездку сушка после курса как правильно после курса неправильно ты посыпаешься очень сильно после курса у тебя будет так очень мощный катаболизм сушка это тоже катаболизм это будет катаболизм квадрате поэтому ни в коем случае это делать не стоит ладно ребят спасибо что были со мной мой к он в перископе до для тех кто там смотрит это допустим сейчас на ютюбе и не знает как меня найти перископе меня найти так вот да я с вами послезавтра встречусь и продолжим наше общение давайте пока